Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы будем готовить гуляш в мультиварке. Для гуляша в мультиварке нам потребуется 300 грамм свинины, я взяла свиную шейку, 1 среднего размера луковицы, 1 долька чеснока крупная, лавровый лист, черный перец с горошком, томатная паста, пару столовых ложек муки и вода. Сначала нарежем кубиками мясо. Мясо у нас с прожилками жира, это ничего страшного. А вот если есть хрящи или что-то, похоже на это, то необходимо удалить. Режем не очень большими кубиками, но где-то сантиметровыми. Сантиметр-два. Примерно такими. Пока нарезаем мясо, включаем мультиварку и наливаем масло, чтобы оно у нас нагрелось. Включаем мультиварку, нарежем жарко. Также нарезаем, когда нарежем мясо, лук кубиками. По желанию можно добавить ещё морковь. Вместо томатной пасты можно использовать кетчуп или помидоры. Мясо у меня готово. Собьёмся сразу нарезкой лука. Не только масло нагреется, опускаем туда мясо и обжариваем, пока мясо не станет светлого цвета. Итак, чеснок нам необходимо тоже мелко порубить. Мы его будем обжаривать вместе с луком. В принципе, у нас всё подготовлено, осталось только обжарить. Итак, мультиварка сообщила, что она уже нагрелась. Отпускаем туда мясо. И обжариваем, пока все кусочки не примут светло-такой, коричневый цвет. После чего добавим лук, чеснок и муку с томатной пастой. Прошло 5 минут. Мясо у меня стало однородного серого цвета. Добавляем туда лук и чеснок. И обжариваем вместе с мясом. Свинина готовится быстрее, чем говядина. И так, мясо вместе с луком обжаривалось ещё 5-6 минут. Теперь мы добавляем муку. Где-то столовую ложку. Для сгорки покрываем. Всё хорошо перемешиваем. Мука нам даст загустение. Чтобы гуляш у нас не был жидким. Сразу впитала масло. Муку как таковое не видно. Но жидкость пропала. Так, отключаем режим жарка. Добавляем томатную пасту. Где-то полторы-две столовые ложки. Так, я ложкой из-под муки. И добавляем соль. Специи для мяса такие вы любите. Так, я добавляю перец. Смесь перцев у меня. Где-то пол чайной ложки. У меня здесь чёрный, белый и душистый перец. И красный. Дальше добавляем соль. Неполную чайную ложку. И заливаем всё это кипятком. Заливаем кипятком. Сейчас размешаем, посмотрим. Добавляем лавровый лист, перец горошком. И поставим тушиться на 1 час. Говядину, если будете готовить, то её надо тушить подольше. Так, закрываем. Меню режим тушения на 1 час. Старт. Старт. Час прошёл. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Если вы считаете, что гуляш у вас жидковат, то есть подливка жидковата, можно добавить 1 чайную ложку крахмала, разведённую в столовой ложке воды. Всё это буквально на минуту 5 вскипятить. Тогда у вас загустеет. Для меня гуляш нормальной консистенции. Хорошо подавать с пюре, отверным рисом, гречей. Если вам понравился мой рецепт, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал в YouTube, а также в моих группах, Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылки на эти группы вы найдёте на моих страничках. Приятного аппетита и до новых встреч! Гуляш готов!